Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Про Цветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о грецком орехе. О том, как получить вот такой хороший урожай грецкого ореха, как его сохранить. Почему этот вопрос? Потому что во время промоллинии было задано очень много вопросов по грецкому орехе. И это неудивительно, потому что культура грецкого ореха стремительно продвигается к северу. Сейчас уже его выращивают на широте Прибалтика, север Белоруссии, Московская область, Самарская область. Вот уже линия, где растет грецкий орех. И не только растет, но и плодоносит. Конечно, в северных районах выращивают скороспилые сорта. То есть скороспилые и более низкорослые. Но деревья как бы не высокого роста. Где-то около 3, ну максимум 3,5 метра. Это идеал. Сорта на основе идеала и сорта на основе сорта ощипов. Ну, такие выращиваются. Эти орехи, конечно, не будут такие крупные, как на югах. Это понятно. Но чем они берут? Что вы будете иметь свои орешки. Это раз. И они сидят гроздями. В одной грозди может сидеть 3-4, а то может даже до 6 плодов сидеть. Вот что это немаловажно. Значит, тем, кто захочет заняться грецким орехом сам, советую учесть такой нюанс. Значит, у грецкого ореха от времени цветения до времени роста плодов проходит 65 дней. И столько же дней надо для того, чтобы этот выросший плод созрел. Поэтому в итоге весь месяц сложить, получается 130 дней. Если у вас такие условия есть, значит, вы можете смену садить грецкий орех. Ну, о пользе говорить его можно много, но это не самое важное. Я замечу, что грецкий орех считается в 400 грамм очищенных грецких орехов. Это суточная норма калорий для взрослого человека. Так что пища очень калорийная. Ну, и богата различными витаминами, жирами, ну и прочее. Но смысл не в этом. Нет у вас грецкого ореха, вы его видели у соседей. Так вот, когда собирать? Когда снимают грецкие орехи? Самый яркий признак созревания грецкого ореха, когда он растет, вот они лежат при одной зелененькой, они начинают распрескиваться. Это зеленая кожура, которая была гладкая, красивая, она начинает распрескиваться. Начала распрескиваться, значит, пора собирать грецкие орехи. Мы собираем вместе с кожурой. Вот, собрали, и вот тут самый важный момент. И собрали, если вы не можете переработать, сразу нет времени, все не стараются собрать. Соберите столько, сколько вы можете очищить от этой зеленой кожуры. Эта зеленая кожура очищается очень-очень легко. Вот взяли, просто раз, и она вся очистилась от грецкого ореха. А вот дальше есть две технологии. Ну, первая промышленная технология, а вторая такая технология, которую наши дашники делают. В чем за особенности и различия этих технологий? Ну, наши дашники собрали эти грецкие орехи, отлучили от этой зеленой оболочки. Старайтесь, чтобы зеленые части не оставались на грецком орехе. Пока они зеленые, их можно просто легко остатки со скрепти ножом. Почему? Потому что, если они остаются на орехе, они его портят качество. Развиваются различные микроорганизмы, и будет портить ядро нашего ореха. И вот наши дашники просто собрали, и очистили, и просушивают. Просушивают, сразу где-то на солнышке, на сквозняке это самое просушивают. Два-три дня проходит, потом можно уже доходить в сушилочке. При температуре 40-42 градуса. Подсушите же с полчасиком, чтобы они быстрее дошли. Но обычно достаточной комнатной температуры, потому что орех за неделю в любой комнате, он его доходит, как говорится, до кондиции, до того состояния, в котором он может храниться. А в промышленных условиях, для того, чтобы орехи хранились как можно дольше, чтобы они продлились срок хранения, их моют. Обязательно моют. Моете помыть и вы. Я объясню, почему. Потому что орехи, которые будут помыты составом, который сейчас назову, знают, что они хранятся дольше. Это раз. Вот если есть на этом орехе какая-то инфекция, какие-то микроорганизмы, после того, как они промыты в этих растворах, они погибают. Поэтому сохранность ядра будет гораздо выше. А что же это за чудо-растворы, которые помогают продлить жизнь грецким орехам, зернам, ядрам вернее. Знаете, это очень простые. 100 грамм соли на 10 литров воды. Это один раствор. И второй раствор, такой более серьезный. 125 грамм электролита на 10 литров воды. Орехи 10-15 минут. Можете палочкой перемешать, перемешать, перемешали. После этого мы даем на дуршлаг, даем стечь воде и посушиваем. Видите, орехи очень красивые получаются. Такие, видите, все беленькие, чистенькие. Они не чернеют. Как бы имеют хороший товарный вид. И вдобавок я замечу, что у этих орехов, значит, сохраняются гораздо дольше. Они могут целый год лежать, не портиться. Их качество пищевые не будут портиться. Поэтому возьмите это на вооружение. Ну, дальше, конечно, вот орехи у вас растут. Уже есть орехи у вас хорошие, очищенные. Вы начинаете свой спиччум. Как использовать спиччум? Значит, кто-то берет ножик. Берет ножик и вот сзади, где видно вот такое отверстие, берет ножиком и ковырает. Это такой способ трудоемкий. Конечно, промышленность пускает различные орехоколы. Есть орехоколы такой конструкции. Заложили, прижали, орех треснул, и его уже можно. Есть конструкции более усовершенствованные. Вот сюда орех закладываем, внутрь орех заложили, сжиманули, орех уже готов, достается. Поэтому выбор орехокола за вами. Только необходимо помнить, что если вот орехи с цельной оболочкой, вот такой вот промытые, могут лежать год, и не порчить своих пищевых качеств, то орехи, которые уже очищены, ядра, которые достали уже с ореха, они хранятся не более полугода. Через полугода они просто-напросто, за счет окищения с воздуха, начинают прогоркать. Поэтому не старайтесь запасти орехи упрок. Настолько их начистили, достали ядра, сколько вы можете скушать. Ну, какой-то запасик можете создать, но все подряд вы их ни в коем случае не переводите эти ядра, не доставайте. Потому что вам, нам что важно, чтобы период хранения был более длительный. Чтобы мы эти орехи могли попробовать не только в декабре месяце, например, но могли и в мае, и в июне, до нового урожая есть эти орехи. Так что возьмите эти способы на вооружение, они очень просты. Ну и вот еще интересно, значит, как бы грецкий орех уже завоевывает дорогу, но очень широко сейчас на участках поселился фундук. Есть фундук, а вот фундука, просто это, конечно, не по этой теме, но я вам чуть-чуть тоже расскажу. По фундуку еще интереснее делается. Фундук, если грецкий орех собирается, когда он уже созрел, уже трескается, значит, по фундуку мы что делаем? Когда есть оболочка, и начинаем попадать орехи. Ходите под кустом, пару орешков выпало, пора собирать, чтобы потом не наклоняться к земле за каждым орехом. Орехи фундука собираем вместе с зелеными оболочками. Собрали вместе с зелеными оболочками, и далее, внимание, мы их не чистим, мы не чистим, мы ложим вместе с оболочками в пластмассовое ведро. И держим в этом ведре 2-3 дня. Можно в ведро, можно какую-то выворку положить, это не так важно. Смысл в том, что за 2-3 дня они начинают подгорать, начинают гореть эти орехи, и эти зеленые обертки начинают желтеть, и очень легко отдают орехи. Наши орешки чистятся прекрасно. Понимаете, вот вы попробуете очистить зеленую кожуру, ее не сорвать, а такой подгоревший, это самое, орех сам выпадает, после этого останется, только подсушить, и все, и дары природы на вашем столе. Поэтому вам желаю разнообразить свое меню, выращивать грецкие орехи, собирать грецкие орехи, использовать пищу. До новых встреч. До свидания.